Мысль о далеких мирах, о галактиках, о бесконечном пространстве действует на психику, как очищающий душ или ванну, освобождая сознание от ссора. Многому из того, чем занят человеку обыденности, нет места в космическом пространстве. Отсюда понимание, что мерки земные не годятся для дальних миров. Явление мыслей, к ним устремленных, всегда иного порядка, чем мысли обычности. Кроме того, мысль создает магнитную связь между мыслителем и объектом его размышлений. Невидима эта связь, но тем не менее, сила ее воздействует на человека, возвышая его. Понятие беспредельности и бесконечной космической жизни уявляется только в сознании человека. Низшие формы жизни могут чуить ее, но не осознавать. Осознание же приобщает человека к жизни миров и вводит его в сферы пространства, открывающие ему беспредельные дали не только видимой Вселенной, но и космической мысли. Сущность мыслей еще понимается мало. Слишком привязывает ее к мозгу, в то время как мозг – только аппарат земного мышления. Мысль же работает и тогда, когда мозг засыпает. Мысль может работать и вне плотного тела. Будучи грануляцией тонких энергий, мысль не зависит и может действовать независимо от плотного окружения. Она может действовать самостоятельно, будучи послана в пространство. О мысли придется миру сказать и о тайнах мыслей поведать. Разве можно забывать о том, что весь прогресс человечества обуславливается мыслью, и что пределов развитию и утончению мысли не существует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова